Ре! Вис Этерс Ирте! Живёт он здесь три года, но договориться с соседями, чтобы те перестали кормить птиц, не может. Воюем, но это просто ни к чему не приводит. Полиция самоуправления Денису тоже помочь не может. Кормить птиц не запрещено. В нормативных актах никакая ответственность не предусмотрена. Один из способов это решить, может быть, поговорить с домоуправлением. Можно придумать какой-то компромисс или создать внутренние правила. Но Денис пошёл дальше и решил попробовать изменить законодательство. Подал инициативу на manabals.lv за введение административной ответственности для тех, кто кормит птиц в Риге. Инициатива набрала уже больше 600 голосов из нужных 2000 для того, чтобы её можно было подать на рассмотрение в Рижскую думу. Но есть и те, кому инициатива не нравится. Валентина живёт на улице Масковос и сама не прочь покормить птичек. Результат такой кормёжки на асфальте. А если прикармливать птиц ещё и на балконе, то пострадать могут соседи. Однако вред можно причинить и птицам. Некоторые люди кормят действительно каким-то заплесневенным хлебом. Но это, конечно, плохо, потому что это может вызвать какие-то симптомы у птиц, если она такой хлеб съест. Вообще о пользе кормления птиц хлебом мнения расходятся. Хлеб для птиц можно сравнить с фастфудом для людей, говорят орнитологи. Но вот Регина, которую мы встретили на берегу Даугова, убеждена – белым хлебом кормить можно. Главное – не во дворе. Во дворах я не кормлю. Во дворах там борденькие вообще. Это уже засорение получается. А здесь они сами переплывают. Здесь вроде как натуральная природа.